Всем снова привет! И в этом видео мы поговорим про еще одну довольно-таки интересную особенность электронно-лучевых дисплеев, то есть келескопных. А именно реакция на внешние магнитные поля, как переменные, так и постоянные. Нынешнее поколение, как бы молодое поколение, наверное, уже не совсем хорошо знакомо с этими дисплеями, но в школах раньше на уроках физики упоминался один интересный факт, а именно кинескопные дисплеи, скажем так, более такие аналоговые, да, работающие на законах физики, и, собственно, за счет этих самых законов физики у них и проявляется вот эта особенность. Значит, как формируется изображение на электронно-лучевом дисплее, то есть на кинескопе, это обстрел люминофора электронами. То есть здесь вот спереди у нас находится люминофор, который, когда в него попадает электрон, начинает светиться. А находятся они, то есть стреляются электроны вот там вот в глубине, в основании, в начале кинескопа, там находятся электронные пушки, которые стреляют через сетку на люминофор электронами. И вот за это и начинает светиться свой, как бы, отдельный каждый пиксель. Вот. Пикселей здесь много, и изображение в кинескопных дисплеях формируется за счет развертки. Вот. То есть за счет обстрела пикселей электронами. То есть как вот мы это можем себе представить. То есть вот одна точечка, вторая, третья, вот 3, 4, 5, и вот так вот один рядок, потом второй рядок, еще. И вот таким вот образом за счет вот такого обстрела формируется один кадр. И если частота обновления у нас, допустим, 60 герц, то у нас 60 вот таких вот кадров в секунду формируется. Если 75, то, соответственно, 75 кадров в секунду. То есть вот это вот, еще 75 раз в секунду, то есть это очень быстро. И обстрел люминофора электронами тоже осуществляется очень быстро. А для того, чтобы из электронной пушки электроны доходили туда, куда надо, то есть обстреливали нужный пиксель, который должны обстрелять, для этого на горловине вот там вот внутри кинескопа находится так называемая отклоняющая система. Это такая комбинация, насадка из электромагнитов, которые создают специальное электромагнитное поле, направляющие электроны на нужное место. И под воздействием этого магнитного поля отклоняются электроны, чтобы они вот сюда, там, тут, вот тут, куда-нибудь, куда надо попали. Но это говорит еще и о том, что электроны, они же еще будут чувствительны к другим магнитным полям. То есть если мы поодаль, скажем так, монитора, недалеко от монитора, от такого, поставим какой-нибудь источник переменного магнитного поля, вроде трансформатора или же вот маленький вентилятор, поставим рядом с монитором, как это вот у меня было там, помню, то тогда монитор начинает вот тут мерцать. Тут вот мы видим сетку белую на черном фоне и включим же, у меня тут трансформатор есть повышающий. Вот, блядь, не совсем, по-моему, хорошо видать, но вот у нас все это мерцать начало. То есть мы видим, да, вот здесь у нас все это мерцает, то есть это нечетко видно. Вот, ну это переменное магнитное поле, трансформатор обычный самый. Вот, когда мы выключаем трансформатор, то все у нас возвращается в нормальное, скажем, положение. В нормальное положение возвращается. Вот, ну а если мы возьмем постоянное, скажем, магнитное поле, то есть неизменяющееся, даваемое обычным магнитом, то электроны у нас тоже пойдут за этими магнитами, и для этого откроем такой вот серый фон, и посмотрим, как поведут себя электроны на обычный магнит. Для этого просто возьмем обыкновенную отвертку и поднесем к экрану. И вот видим, да, как вот тут изменяются цвета. Надеюсь, что это видно. Тут как бы я монитор-то нормально вижу, а вот камера его с вот таким вот мерцанием. И вот это мерцание-то, кстати, и есть вот эта вот развертка, да, то есть когда у нас так вот, вот таким образом обстреливаются люминофор, и вот таким вот образом формируется изображение, все это происходит очень быстро, и поэтому вот такие вот полосы идут. Причем, чем ниже частота, тем больше заметно этих полос. Вот. Давайте же возьмем такого вот небольшого формата неодимовый магнитик и поднесем его сюда на отвертку, и посмотрим, как у нас будет изменяться изображение. Вообще изображение формируется здесь тремя цветами. Да не только здесь, но и вот конкретно про кинескопы, да, тремя цветами. Красный, зеленый и голубой, или синий. Вот. При смешении эти цвета дают белый цвет, а при подаче их отдельно у нас получится любой другой цвет. Вот. То есть, все цвета подаются одновременно, это белый цвет, а если цвета не подаются, то есть какой-то определенный сектор не обстреливается электронами, то у нас получается черный цвет. То есть, есть цвет, нету цвета. Вот. Но когда мы подносим магнит, то у нас, вот мы здесь вот видим, вот три вот этих вот цвета. синий мы видим, красный и зеленый. Внизу тут у нас зеленый, синий у нас, вот тут вот синий, красный, зеленый, RGB. Поднесем поближе, вот видим, что у нас тут все это. Вот. Возьмем же другую картинку, спектр. Тут у нас немного уже корявенько все выглядит, потому что сетка намагнитилась. Вот. Как все красочно и радужно прям вот. То есть, здесь у нас один из твердцев это зеленый цвет, поэтому вот возьмем зеленый цвет и поднесем магнит. И мы видим, здесь у нас и синий появляется, красный появляется. Вот все тут вот так вот. Синий цвет это еще один, поднесем синий цвет и видим зеленый, красный. Вот все у нас так вот. Все цвета радуги пошли. Вот. Меняем спектр, то есть, меняем цвет, и получается у нас вокруг магнита тоже другой цвет. Поднесем на красный и видим, что тут синий у нас, зеленый, то есть, все вот эти вот наши, вот так вот у нас все это проходит. Все наше дурачество. Вот. Данную особенность, вот, кстати, желтенький, да? Данную особенность, вот, вот, видим, цвета одинаковые. В общем, короче, данную особенность, да. Упоминали раньше и на уроках физики, то есть, вот тут вот отклонение электронов на магнит, вот. И когда дети приходили домой и делали вот это со своими телевизорами, то получали пизды от родителей, которые, естественно, по-любому не были грамотны в таких вопросах, вот. А решается данная проблема очень просто. Если вы даже взяли у себя какой-нибудь побольше неотимовым магнитом, все это тут поводили, вот, решается это размагничиванием сетки. То есть, здесь у нас находится металлическая сетка магнитящаяся, которая намагничивается, вот. И, поскольку она сама намагничивается, то и притягивает электроны, которые летят, по идее, в люминофор, вот. Но они летят, как бы, не так и не туда, и из-за этого у нас получается либо цветовое пятно какое-нибудь, либо искажение, вот, подержим немного подольше, вот видим, что вот у нас тут колдуем, да? Научаемся колдовать, причем, если посмотрим сверху, то у нас сверху вот эти вот немного искажаются вот эти вот эти этикетки вкладок, скайпик у нас тут, блядь, и этикетка скайпа у нас тут зеленая делается, файрфокс, какой-то непонятного цвета тоже, вот, и все вот у нас вот так вот, вернемся же на серый фон, вот, видим, что у нас тут все это, ну, мне, по крайней мере, точно видно, да и вот здесь вот файрфокс, скайп зеленый какой-то, в общем, на магнителе мы сетку, и она у нас показывает ерунду, ерунду, мне, кстати, причем еще встречался в России даже еще телевизор, хороший такой плоский экран у него был, но вот где-то вот здесь, вот в углу, так вот троечка такая была из вот этих цветов, то есть это, видать, ребенок тоже побаловался, родители щедро выкинули весь телевизор, вот, как это устраняется, устраняется очень просто, если вот эту, кстати, пизды, это и получали дети тогда, потому что, по-моему, не оправданно, потому что они на магнителе телевизора, и он начал показывать, вот, не то, мягко говоря, спектр, помните, какой он у нас был, а сейчас вот у нас все как попалышный, вот, поводим еще, чтобы тут намагнитим как следует тогда нашу сетку, вот, и видим, что у нас, ну, что это, это разве нормальный спектр хороший, или вот это вот, в общем, сетка намагничена, и как же происходит ее размагничивание, так, попробуем по бокам еще поднести, вот, все у нас подклоняется, но если поднести какой-нибудь, вот, сзади экрана где-нибудь там сильный, прям такой, хороший магнит, то у нас изображение может вообще подвинуться, вот, но как же все-таки бороться вот с этим явлением, и как прибор сам борется, при старте телевизоров и мониторов, которые более такого современного поколения, у них, вот мы включаем, мы нашим такой тыц, да, тыц, вот этот вот, и вот этот вот тыц, это и есть размагничивание сетки, которое осуществляется при каждом включении дисплея, в чем дисплей, потому что либо телевизор, либо монитор, то, и то, и то, вот, при каждом включении дисплея, но у телевизоров, а вообще, да, как оно осуществляется, вот сзади кинескопа, вот там вот, там у кинескопов одета такая петля, толстая петля, от которой два кабеля, и это размагничивающее, то есть, как бы, она подается туда переменное напряжение, переменный ток, и он создает переменное магнитное поле, которое размагничивает эту сетку, то есть, это осуществляется таким образом, если прибор сам это делает, вот, у телевизоров, кажется, такой функции не было, чтобы вот, как у монитора это искусственно сделать, а вот у мониторов почему-то как-то вот были функции размагничивания в менюшке, вот, и у монитора эта проблема решается легко тем, что мы сами вручную размагнитим сетку, у телевизоров, я не знаю, может быть, у телевизоров там впоследствии производители подумали насчет размагничивания, если дети вот какого, поднесут магнитик, да, может и ввели в меню эту функцию, но я не помню, чтобы они были у телевизоров, но зато помню, что повсеместно у мониторов такая функция, вот, и сейчас мы подадим, тут, сделаем функцию размагничивания, и монитор подаст напряжение на вот эту электромагнитную петлю, причем не прерывая изображение, и посмотрим, что будет, то есть здесь мы видим сейчас, что у нас сетка намагнитилась, и какой спектр, вот, но сделаем, вот менюшка тоже здесь как попалышная, но сделаем таки функцию размагничивания, вот, видим, да, монитор размагнитился, и спектр у нас стал нормальный, вот, все цвета хорошие, вот, немного остаточное вижу, вот это все, но, это, повторить цикл, раз несколько, можно, в принципе, не помешает, тут уже не так, вот, тут, вот, ну, немного попозже повторю, в общем, вот, вот такая вот интересная особенность кинескопов, ну, вот, а как же размагничиваются телевизоры, вот, расскажу, то есть, у монитора мы можем сделать такую функцию, а телевизоры, как размагничиваются, это, либо, вот так вот, с дросселем, пляски с бубном, да, с дросселем, так вот, по кругу ведут, и размагничивают сетку, либо же на вот эту петлю, которая сзади, там, внутри кинескопа одета, на нее подают переменное напряжение, и кинескоп сам, как бы, размагничивается за счет этой петли, вот, естественно, все это выполняется при выключенном телевизоре, вот, это, как бы, был мой показ, но, не анимирую вас, конечно, не призываю к повторениям, потому что, мало ли чего, вот, ну, и вот, как бы, вот так, вот, на том, пожалуй, могу попрощаться, и сказать, что до скорых встреч,